Джордж Буш родился 12 июня 1924 года в городе Милтоне, что в Массачусетсе. Отец Джорджа Герберта Уолкера Буша, таково полное имя бывшего президента США, был не чужд политике и бизнесу, мужчина входил в советы крупных фирм, вел собственное банковское дело и даже в течение 10 лет представлял штат Коннектикут в столичном Сенате. Финансовое состояние отца позволило Джорджу Бушу-старшему получить отличное образование, юноша окончил небезызвестную Академию Филлипса в родном штате. Эта школа-интернат считалась в то время самым престижным учебным заведением Массачусетса. Окончив школу, в 1942 году Буш поступил на службу в ВМС Соединенных Штатов. В армии после кратких летных курсов будущему президенту удалось стать самым молодым военным морским летчиком тех лет, Джорджу тогда было 18. В 1945 молодой человек с почетом уволился из армии. После службы Джордж Буш вновь продолжил учебу, выбрав знаменитый Ельский университет. Вместо традиционных четырех лет на освоение полного курса Буш-старший потратил только 2,5 года. За время учебы Джордж успел побывать президентом одного из студенческих братств и возглавить университетскую баскетбольную команду. В 1948 году Джордж Буш-старший окончил университет, став дипломированным специалистом в области экономики. После Йоли Джордж перебрался в Техас, где начал вникать в законы и тонкости нефтяного бизнеса. Благодаря связям и положению отца Джорджу Бушу посчастливилось устроиться в крупную компанию на позицию специалиста по продажам. Некоторое время спустя, освоив детали этого бизнеса, Джордж Буш-старший открыл собственную нефтяную компанию. Бизнес оказался успешным, и скоро мужчина пополнил список американских миллионеров. Успеха в бизнесе честолюбивому Джорджу Бушу, которого всегда интересовала внешняя и внутренняя политика, было недостаточно, и в 1964 году мужчина выставил собственную кандидатуру в Сенат страны. Однако потерпел неудачу на выборах, не набрав нужного количества голосов от Техаса. Тогда Буш-старший решил оставить бизнес и посвятить жизнь политике. Усилия Джорджа не пропали даром, уже в 1966 он получил заветное место в Палате представителей Конгресса страны, а двумя годами позднее был переизбран на этот пост во второй раз. А вот повторная попытка попасть в Сенат США, предпринятая Бушем в 1970-м, вновь оказалась провальной. В том же году Джордж Буш получил назначение на должность постпреда страны в ООН, а тремя годами позднее возглавил Национальный комитет партии республиканцев. Параллельно политик оттачивал навыки дипломата, став главой американской дипмиссии и прорабатывая визиты Генри Киссингера и Джеральда Форда, бывших госсекретаря и президента страны, в Китай. Также в течение года Джордж Буш-старший возглавлял ЦРУ Соединенных Штатов, до 1977 года. В 1980-м Джордж Буш-старший впервые попробовал выдвинуть собственную кандидатуру на выборы в президенты страны, однако уступил по количеству голосов на предварительных выборах, праймерис, Рональду Рейгану. Битва за президентский пост оказалась ожесточенной, однако Буш после ряда интервью и дебатов заручился поддержкой довольно значительной части избирателей. Но консерватору Рейгану все же удалось обойти соперников. Тем не менее, остаться в политике Джорджу Бушу удалось, именно Буша Рейган выбрал вице-президентом и, по сути, своим главным помощником. Будучи вице-президентом, Джордж Буш-старший со свойственной его характеру прямотой и целеустремленностью занялся госпрограммами по борьбе с наркотиками, добился уменьшения влияния государства на частный бизнес и даже в течение восьми часов официально исполнял обязанности президента Соединенных Штатов, когда Рональду Рейгану пришлось согласиться на операцию на кишечнике. Не обошлось и без скандалов, в 1986 году раскрылся ряд незаконных операций по торговле оружием. Замешанными оказались некоторые чиновники Белого дома, которые поставляли вооружение в Иран, а полученные деньги отправляли в поддержку оппозиционно настроенной группировки в Никарагуа. Однако и Буш и Рейган заявили, что были не в курсе этих незаконных махинаций. В 1988 году стартовала очередная предвыборная кампания и Джордж Буш вновь решил попытаться занять президентское кресло. На этот раз политик подготовился куда лучше, одна из речей Буша-старшего, адресованная представителем республиканской партии, даже вошла в историю под названием «Тысяча красок света». В ней политик подчеркнул постулаты, на которые он собирался опираться в случае избрания на пост президента страны. В частности, отметил собственное неприятие абортов, а также заявил, что поддержит смертную казнь право граждан Соединенных Штатов на ношение огнестрельного оружия и не допустит введения новых налогов. На этот раз симпатии избирателей оказались на стороне Буша, и 8 ноября 1988 года политика официально избрали новым президентом США, на этом посту Джордж Буш-старший провел 4 года. Итогами правления Буша-старшего прежде всего принято считать улучшение отношений с СССР, Джордж Буш провел несколько встреч с Михаилом Горбачевым. В результате политики подписали официальный договор об ограничении так называемой гонки вооружений. Затем в 1992 году, Америка и Россия продвинулись еще дальше, когда Буш-старший и Борис Ельцин подписали документ, означавший полное прекращение холодной войны между странами. Не менее результативными стали усилия Джорджа Буша и во внутренней политике Соединенных Штатов. Основные усилия политика были направлены на уменьшение дефицита бюджета, который к началу правления Буша-старшего принял пугающую величину. В 1992 году Джордж Буш-старший заявил о намерении вновь баллотироваться на президентский пост, но сохранить кресло политику не удалось. Победу на выборах одержал демократ Билл Клинтон. Однако уход из политики не означал для Джорджа Буша отказ от общественной деятельности. Мужчина продолжил заниматься общественными проектами, помогал обществам по борьбе с онкологией, а также некоторое время возглавлял фонды помощи пострадавшим из-за цунами, ураганов и землетрясений. Личная жизнь Джорджа Буша-старшего сложилась счастливо. Едва возвратившись из армии, рослый красавец, рост Джорджа Буша-старшего, 188 сантиметров, встретил любовь. Избранницей мужчины стала Барбара Пирс, такова ее фамилия в девичестве. За годы совместной жизни жена подарила супругу шестерых детей, Джорджа Уокера Буша, ставшего впоследствии 43-м президентом США, Паулину Робинсон, девочка умерла в четыре года из-за лейкоза, Джона Элиса, также ставшего политиком и в течение нескольких лет руководившего Флоридой, Нейла Малона, Марвина Пирса и Дороти Бушкох. В 2017 году Джордж Буш-старший стал самым долгоживающим человеком среди занимавших кресло президента США, несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, юбилей Буш отметил традиционным прыжком с парашютом, так бывший политик отмечает юбилей с 75 лет. А в 2018 году фото Джорджа Буша-старшего вновь появились на страницах новостных изданий. На этот раз поводом стала трагичная страница в биографии мужчины, 17 апреля ушла из жизни жена Буша, Барбара Буш. Последние месяцы жизни Джордж Буш был подавлен произошедшим. 1 декабря 2018 года Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. О кончине экс-президента США сообщил его пресс-секретарь.